Добрый день, Сергей Сергеевич, Вашко. Мы с вами также давно не встречались в видеоформате. У вас работа. Значит, на прошлой неделе ваш коллега Сергей Сергеевич Москалец, Сергей Иванович, прошу прощения, попросил свою аудиторию вопросы, на которые хотели бы получить ответы наши люди, которые смотрят наш канал. Я думаю, что ваше участие тут тоже в этом обязательно, потому что вы большой руководитель профсоюзной организации аж всей Южной Железной Дороги. Давайте прокомментируем те вопросы и ответим на них, которые были получены. Я согласен дать ответы на вопросы, которые были поставлены. Вот Владимир Б. спрашивает, что такое экономия фонда заработной платы. Ну, это очень хороший вопрос. Начался этот вопрос еще развиваться, ну, будем говорить, то старое время, когда писался работа капитал. Вот когда Карл Маркс вывел первую форму заработной платы, рабочую производственную процессу. Да, 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 да. Там первым пунктом было, сколько работник работает на себя, сколько минут. Ну, задача профсоюза, чтобы работник на себя работал как можно больше, задача работодателя, чтобы работник работал на себя, то есть на свою заработную плату как можно меньше. В конце каждого года складывается смета, где включается именно заработная плата, начисление на заработную плату. Это первые две статьи, то есть по больничному и заработная плата. Работодатель, конечно, пытается закрыть все свои дыры с фонда заработной платы. Это как раз то, что грабит работника, грабит своего подчиненного, не давая ему заработать нормальные деньги на нормальное существование. Но прикрывает он все свои проблемы. У меня как раз, ну, кстати, так получилось, есть приказ. Я хотел бы на него акцентить. Приказ. Это по Кременчугу, по теплоэнерго. Питулька я его выдал. 153, значит, 03-го, 2007-го года. Про установление неполного рабочего тычня. Он руководится тем, что у него появилась задолженность. Задолженность перед газом, перед нефтью, газом, то есть перед коллегами-олигархами. Возможно, он еще не олигарх, но он стремился. Не-не-не. И он в это время, и он, и он, чтобы эти долги покрыть, он, конечно, не покроет их. Он пытается перевести работников, чтобы они работали именно четырехдневку. Ну, это было при Целепаньке, 7 лет, там, 10 лет назад. Ну, у нас мы возвращаемся. Мы возвращаемся, к сожалению, по Кременчугу, мы возвращаемся в 2017-м году. Обидно то, что председатель профсоюза согласился на это противозаконное действие. По-моему, женщина. Ну, убивок. Да. Убивок. Она согласилась на это. Ну, что это за профсоюз, он, конечно, сам по себе говорит. Коммунальный. Коммунальный. Фонд заработной платы, он формируется именно это деньги, которые должны выплачиваться работнику. Но они не должны уменьшаться работнику, потому что от этого зависит, насколько работник будет дорожить своей профессией, насколько работник будет выполнять свои профессиональные обязанности. И в теплоэнерго, насколько, ну, в данном случае, если это будет введено, насколько работники могут обеспечить теплом и другими своими услугами жителей Кременчуга. Потому что один работник, если оно рассчитано, что он 8 часов может работать, 12 часов. Работать больше, тем более работать без денег, понятно, что работник, в принципе, не будет. Но наказ этот есть. Фонд заработной платы – это деньги, которые работник должен получать на свою заработную плату, за свой труд. В каждом производстве формируется свой фонд заработной платы, на каждом производстве. Это может быть 10 минут, может 20 минут, может быть час, может 2 часа. Чем больше работник работает на себе, тем больше он получает заработную плату, тем больше у него на предприятии фонд заработной платы. Чтобы было, это понятно. Это первый вопрос на ответ Владимира Б. Ну, следующий вопрос, значит, аттестация и, соответственно, как это влияет на заработную плату. – Так, давайте назовем, кто задавал. – Значит, ну, здесь не сказано, Сашок какой-то. – Сашок, да. – Сашок. – Не стесняйтесь. – Сашок, ну, в принципе… – Так он в Ютубе записан. – Ну да, он так записан, просто я как-то думаю, что это серьезный человек. – Серьезный, серьезный. – Я думаю, что он серьезный. – Вопрос задает. – Значит, аттестация рабочих мест, значит, это очень сложный процесс, это дорогостоящий процесс. К нему надо подходить очень серьезно и участь профсоюза очень-очень важна. К сожалению, у нас аттестация рабочих мест, ну, мне кажется, буквально, я боюсь назвать 100%, но 90-е я смело могу назвать, проводится формально. От этого зависит и рабочие… – Ну, наверное, еще с 80-х годов ничего не проходило больше. – На документах оно якобы проводится, потому что закон предусматривает раз в 5 лет или при изменении условий труда, введении там каких-то новых процессов, возможно, реорганизации, реорганизация – это улучшение труда. К сожалению, у нас сейчас в государстве это все не проводится, а аттестация, если она проводится формально. На одной из аттестаций, которой я был включен в комиссии, вызывали даже работников милиции, когда я начал снимать, приборы, которыми измеряли шум, запыленность, просто распались. – Это запрещено для вас? – Ну, когда я… Я скрыл факт, что приборы, которым они измеряют, якобы измеряют, это работники санстанции, то есть они получили деньги… – А санстанции еще существуют? – Значит, ну, санстанции есть, они как такую форму… – Формально, да? – Ну как, они сейчас… – Наши ветеринары сейчас человеков обслуживают, главное. – Ну, скоро, на скорой помощи у нас не будет докторов, то есть будут санитары выезжать с водителем и оказать… – Фельдшеров. – И даже фельдшеров не будет. – Неужели все понадобятся в Европу? – Министр здравоохранения это делает, поэтому я уже, в принципе… – А, ну я понял. – То есть мы идем вперед. – Наша американская начальница медицинская. – Да, там что-то делается, ну, будем говорить за аттестацией. Я бы хотел очень кратко обсудить и рассказать, что такое аттестация. Конечно, роль профсоюза здесь очень велика. Мы должны аттестация работать только исходя из того, на какой специальности вы работаете, приняты и заключен вам трудовой договор по статье 23, пункт 1, 2, 3. Если вам заключен трудовой договор за специальностью, есть и неинственная тарифационная система, которая предусматривает ваши обязанности. При поступлении на работе вы своими обязанностями были ознакомлены. Расширять их нельзя. Здесь, согласно ваших обязанностей, должна быть технологическая карта и технологический процесс. И именно исходя от технологической карты, технологического процесса, делается аттестация. То есть мы четко знаем, что вы должны пойти туда, взять то-то, быть 5 минут в таком-то, ну, это и фотография рабочего места, на рабочем месте фотография рабочего места здесь подключается. Если есть какие-то механизмы, которые старые, и для их обслуживания надо более длительное время, то есть вы находитесь там в загазованной комнате, запыленной комнате, в вибрационной комнате, в вибрационном механизме, более длительное время. Поэтому должна быть аттестация. То есть ее в некоторых случаях надо учитывать. Обязательно с профсоюзом определить места для определения лабораторных исследований, инструментальных исследований. И только после того проводить, возможно, аттестацию рабочих мест, она проводится, то есть фотография рабочих мест, если соблюдены эти вопросы. Если это все соблюдено, тогда можно начинать говорить, что снимаются какие-то льготы, доплаты, которые ранее были установлены. На сегодняшний момент мы знаем, что на железной дороге у нас рациональные предложения, если они существуют, они существуют только на форме А4 листа, потому что деньги на это, как правило, не выделяются, новой технике практически не поступают. То есть идет ухудшение условий труда, соответственно, ухудшение технологического процесса. И говорить сейчас о снятии каких-то надбавок, которые ранее были установлены, это абсурдно. Единственное, что раньше также не проводилась аттестация рабочих мест, но чтобы найти работника, который будет выполнять ту или иную работу, у нас были включены виды работ, которые не предусмотрены или согласно технологическим процессам, или, будем говорить, не обеспечены технологическим процессом. То есть это вина работодателя. Поэтому, как говорится, тут есть вопрос. Но здесь надо заниматься серьезно, серьезно заниматься профсоюзом и профессионально подходить к этому вопросу. Аттестации я рассказал, что необходимо делать, а все остальное, в принципе, работник сам этот вопрос не решит. Только надо совместно и через профсоюз решать данные вопросы. Следующий Сергей. Сергей задает мне, могут ли работника без его согласия отправить на учение? Я сразу хочу сказать, что, конечно, нет. Это право работника повышать свой квалификационный уровень или остаться на том же уровне. Если он будет повышать свой квалификационный уровень, понятно, что он будет востребован, его знания и профессиональные навыки будут востребованы. То есть это и заработная плата и все остальное. На дополнительной профессии, то есть если он работает слесарем, его хотят направить, например, на другую профессию, не повязанную с его родом работы, ну это глупо, конечно. Если он слесарь и работает локомотивным депо, конечно, любой слесарь хочет быть машинистом, помочь ему машиниста или идти на повышение. Если позволяет состояние здоровья. Да. Закон по этому поводу говорит, что 43-я статья Конституции заборонена, то есть без согласия, работа, учеба запрещена. То есть работника насильно... А без отрыва от производства? Никто не имеет права. Если это не предусмотрено, то есть есть специальность врача. Он должен раз в 5 лет проходить курсы повышения квалификации врачей сдавать экзамены, подтверждать по дорожной тематике. Да. По дорожности. Если там есть какие-то изменения, конечно, он должен пройти обучение или какие-то новые вводятся механизмы по его специальности. Он должен пройти обучение работы на этом механизме или это без отрыва производства на рабочем месте, или в школе, технической школе. Но это за свои специальности. То есть по своей специальности. Вторую специальность, которую приобретать, это его согласие. Это его... только его согласие. 43-я статья Конституции это запрещает делать. Хорошо, спасибо. Значит, по этому поводу я хочу сказать, действительно сейчас существует вопрос, потому что у нас на железной дороге хотят сделать многостаночников. Пока, типа, по договоренности... Начальника регионального филиала нет такой возможности обучиться. Вот, допустим, вы писали правкома и одновременно учитесь на начальнике дороги. Нет? Нет, это надо много денег. У меня таких денег нет. Понятно. Учиться здесь не надо. Не надо? Здесь учиться не надо. Здесь нужны деньги, возможно, связи. Да. Глаза держать ниже пояса, и тогда все будет нормально. То есть... Как в ханском гареме, да? Да. Если ниже пояса глаза держишь, значит, тогда ты будешь, говорит, и начальником филии, и куда-то хочешь. Понятно. Но если ты свою позицию высказываешь, значит, быть тебе на той должности, на которую ты пришел. Хорошо. Ну, еще у нас есть. Здесь моторвагонное депо. Давайте все вопросы. Здесь вопрос, как бы, так, в рулении поездной бригады. Значит, работники моторвагонного депо задают. Значит, проводится доплата. Ну, я сразу, тут проводится ли доплата за работы, которые не предусмотрены трудовым договором или технологическим процессом. Конечно, это регулируется, во-первых, этот вопрос регулируется профсоюзом и защищается через профсоюз. Потому что работодатель, у него задача заставить работника работать больше, платить меньше. И чем будет он больше многостаночников, у него будет экономия фонда заработной платы. Соответственно... Заткнул дырку. Да. Он считается перед своим высшим руководством, что он сумел организовать рабочее место. К сожалению, организация рабочего места у нас совершенно по-другому руководители понимают. Я хотел бы остановиться на этом месте. Буквально два слова. Организация рабочего места, работника, это его права и обязанности. Но не многостаночникам. То есть многостаночником, когда он работает, это не есть организация. Это заставить работника выполнять работу непредусмотренного трудовым договором, и за это не платить деньги. Или платить частично. Это недопустимо. И это должен контролировать профсоюз. Если он это не делает, значит роль профсоюза сведена к нулю. То есть профсоюз должен постоянно стучать. Это очень сложный вопрос. Но с ним надо бороться. С ним надо бороться, его надо добиваться. И вот машинисты выполняют работу непредусмотренную трудовым договором. Понятно, если они выполняют, и это уже было включено, трудовой договор, здесь идет регулирование заработной платы. Сколько они должны получать за этот вид работы доплату. Это называется доплата. Статья 2, пункт 2. Закон про заработную плату. Здесь может быть она 40%, 70%. Но доплата регулируется как прямым договором, то есть работником. То есть работодатель обязуется заключать. Я буду за этот вид работать, и я буду доплачивать работникам. Пишет заявление, что я согласен выполнять этот вид работы. При условии, что вы будете мне доплачивать 60%. Или коллективным договором. То есть роль коллективного договора здесь возвращают. Почему свободные профсоюзы очень редко допускают до подписания коллективного договора. Потому что они прекрасно знают производственный процесс на рабочих местах работников. И соответственно, конечно, где выполняются работникам виды работ, которые вообще не доплачиваются. Норма в процентном соотношении от основного вида работы, то есть 40%, 60%, 70%, 80% зависит уже эта договорная норма. То есть мы регулируемся. Первое, согласие работника. Второе, размер доплаты. Если эти нормы регулированы с работодателем, работник может ее выполнять. Но снова же это на законных основаниях. И отвечать же придется, если вдруг что-то. Да, да. Первое, он должен здоровьем быть. То есть он должен сам рассчитать, хватит ли его здоровья до 60 лет, а если ведущая 67 лет, работать за данной специальностью. Если он не сможет работать, то, может быть, не стоит эту работу выполнять. Потому что на железнодорожном транспорте у нас, если объективно прийти по 240-му приказу, машинисты после работы 10 лет уже практически невозможно пройти. Медкомиссию. Медкомиссию по 240-му медкомиссию пройти уже невозможно. Но мало кто проходит, потому что уже ряд есть заболеваний, которые запрещают прохождение. Ну вот это все, что я хотел сказать по вопросам. Больше вопросов не поступило. Есть мнение работников. Оно совпадает с тем, что я говорил, совпадает, что оно существует. Давайте это резюме небольшое сделаем. Ну, судя по всему, для того, чтобы что-то изменилось у вас на производстве, нужно, по крайней мере, объединяться в профсоюз. Или избирать неформально, ну формальный, неформальный профсоюз. Потому что, кого вы избираете, тот так и будет вас защищать. Ну я бы здесь выделил несколько пунктов. Первое, перестать бояться работодателя. Работодатель, он должен уважать вас. Я не говорю, что он должен бояться работников или кого-нибудь с членом профсоюза. Это не отношение. Он должен уважать работника. Уважать его право на заработную плату. Уважать то, что он пришел на работу. Потому что он такой же наемный работник. Он такой же наемный работник. Он пришел на эту работу, согласился на эту работу, чтобы содержать себя и свою семью. Перестать бояться. Следующий вопрос. Конечно, вопросы будут возникать. Потому что на работодателя, он наемный работник. Вот так же его заставляют, чтобы он больше грабил. Я сколько уже встречаюсь с руководством, которое говорит, ну я же поставлю на рамки. Вот посмотрите приказы. Если я их не буду выполнять, то есть глаза подниму выше пояса и скажу, что в конце концов это невозможно. У меня люди перестанут работать или добросовестно относиться к своим профессиональным обязанностям. Его уволят. Он тоже боится. Конечно. Если он начинает бояться и заставлять, тут кто кого победит. Но чтобы это было в рамках регулировано. И чтобы даже работодатель имел право сказать, что извините, у меня профсоюз. Мне нравится профсоюз Сергея Ивановича. Работодатель всегда в масле. Он скажет, вы знаете какой у меня профсоюз? А, это москалец Сергей Иванович. Да, я знаю. Да, мы тебя сочувствуем. Лучше с ним связываться не надо. Пускай будет так. И вот когда профсоюз есть, то есть вы объединились. Тем более, когда вы объединились на рабочем месте. Когда вы объединились в объединение профсоюза. То есть мнение каждого учитывается. И вы совместно можете добиваться тех или иных вопросов. Это бомба. Мы действительно можем отстоять свои законные права. Законные права, которые на сегодняшний день у нас еще есть, не забрали. Пока еще не забрали. Пока не забрали. Даже если заберут, поверьте, у нас останется право все равно объединиться и выступить. Выступить, защищать, как защищали это англичане, французы. Но мы знаем, как они защищали. Это уже, конечно... Не, но это повторяется. Да. Мне не хотелось бы, чтобы таким путем мы защищали свое право на труд и заработную плату. И на отдых. И на безопасные условия труда. Это главные вопросы, которым должен заниматься профсоюз. К сожалению, наши коллеги говорят много с альтернативного профсоюза. Делают мало. И, как правило, в нужный момент придают интересы работников. Это обидно. Спасибо, Сергей Сергеевич. Успехов вам в вашей работе. Ждем новые вопросы. Пожалуйста. Успех нам нужен всем. Всем успеха. Хорошо. Спасибо.